Это уже было под Иловайском и в аэропорту Донецка. Теперь новое поражение у Дебальцева. Украинские политики и высокопоставленная военная до сих пор не признали. Многотысячная группировка силовиков оказалась разгромлена. Многие подразделения уничтожены практически полностью. В плену оказались целые роты. Немногим удалось выйти из окружения. По официальным данным Киева, в ходе отступления с Дебальцевского плацдарма погибло не более 20 военнослужащих. Эту цифру озвучивают украинские пропагандисты. Но только здесь, на небольшом участке трассы Дебальцево-Артемовск, примерно столько погибших украинских силовиков. Около пяти сгоревших танков, другая уничтоженная бронетехника. Пошла уже непосредственно пехота с поддержкой танков и БМП. Где-то примерно 5 единиц их прошло. Человек 70 пехоты. Начали вести бой тут. Технику им подожгли тоже. Они оттянулись чуть дальше туда. После этого, после боя уже выбили. Пришел то ли полковник, то ли подполковник. Сдаваться в плен раненый. Пришел, сдался в плен. Сказал я последний из них. Ну и все. Политики сейчас пытаются минимизировать и репутационные потери. С военной же точки зрения, ликвидация Дебальцевского выступа – главный успех ополчения Луганска и Донецка. Дебальцевский плацдарм, Генштаб Украины, намеревался использовать для организации наступления на стратегические позиции сил ополчения. Во время предыдущего перемирия, так называемый «карман», украинские силовики насыщали самыми боеспособными подразделениями. Прибрасывали туда наступательное вооружение. Отсюда можно было двигаться сразу в нескольких направлениях. Но главное – разделить Луганскую и Донецкую народные республики. Минувшим летом украинские силовики уже пробовали сделать подобное. Перекрыть дорогу в районе Харциска и Тореза и в случае успеха выйти к границе с Россией. А после брать в окружение подразделения вооруженных сил ДНР и ЛНР. Взять в клещи Донецк. Здесь и фортификационные сооружения соответствовали важности участка противостояния. Вот цепь окопов и блиндажей у западной окраины Дебальцево. Такие укрепления могли выдержать мощную атаку и позволяли быстро перейти в наступление. Но, по словам ополченцев, украинские военные просто запаниковали. Как вы можете наблюдать, покидая в спешке, они побросали все свои теплые вещи личные. Бросили силовики здесь и патроны, и оружие, бросили даже исправную бронетехнику. При отступлении не заминировали позиции. Совместная операция ДНР и ЛНР по формированию Дебальцевского котла началась задолго до перемирия. Удары наносили одновременно. Из Горловки на Углегорск, из Алчевска в сторону Санжаровки. С двух сторон ополченцы ударили по карману и начали менять линию фронта. Углегорск взяли быстро. Эта победа позволила ополченцам закрепиться на ключевых высотах вокруг города. А после нанесли удар по Логвинову, небольшой деревне, на трассе Дебальцево-Артемовск. С другой стороны, силы ЛНР подходили все ближе к горлышку Дебальцевского котла. Уже тогда стало понятно, группировке украинских военных грозит полное окружение. В Логвиново ополченцы перекрыли главный маршрут отступления. Потом взяли деревню Нижнее Лозовое. Там был закрыт альтернативный маршрут. Кроме того, пути отступления через поля были блокированы малыми группами ополченцев, которые закрепились на ключевых высотах у так называемого горлышка котла. Наша съемочная группа на уходящей неделе побывала практически на всех передовых позициях ополчения у линии противостояния. Поэтому понятно, Логвиново стратегическая цель, но не только. Украинские силовики были деморализованы самим фактом потери этого населенного пункта у дороги жизни. Потом пытались стереть деревню с лица земли градами, снарядами. Ополченцы несли большие потери, но удержались. Тем самым не дали прорвать окружение. И во время перемирия украинская артиллерия, в первую очередь дальнобойная, реактивные дивизионы, продолжают наносить удары по позициям ополчения. Вот сейчас наша съемочная группа находится в Логвиново. Мы слышим звуки залпов в районе Светлодарска. Бьют по позициям ополченцев где-то в километре отсюда. Бьют чем-то тяжелым, скорее всего, 152-мм самоходными артиллерийскими установками. При этом используют кочущие минометы. Выезжают в зону дебальцевского плацдарма, делают несколько залпов и быстро меняют позицию. Бьют украинские военные не просто так. По данным разведки ополченцев, у дебальцева до сих пор находятся около 400 украинских силовиков. С боем прорваться они уже вряд ли смогут, но и сдаваться в плен, судя по всему, не собираются. Евгений Поддубный, Рубен Мировов, Станислав Еловский и Владимир Селеменев. Вести недели из Дебальцева.